Привет, ребята! Привет, княжницы! Привет, милые дамы! Большущий всем приветчище! У нас сегодня с вами, ребяточки, очередной обзор моей любимой сеструхи! Ой, дождался! Дождался, наконец-таки! И сразу не один, а сразу три ролика! Уже в вечернее время я, если честно, посмотрел только два ролика, поэтому сейчас попытаюсь, наверное, сделать два таких, ну, как бы, болтовни такой, микрообзорчика, да. А потом, если по возможности, может быть, и третий запилим мы. Давайте по порядку. Начнем мы с первого ролика. Хочу, кстати, перед началом сказать, вы такие у меня умницы, такие пишите у меня комментарии. Большое спасибо всем за поддержку. И между собой, когда пишите, просто ухахатываюсь. Ладно, сейчас подробнее, подальше про это поговорим. Если на время хватит. Так, ребята, у нас сегодня обзор будет первый ролик, касаемо гаража. Значит, мы уже делали ставки свои, ну, я в том числе, если, знаете, была бы букмедицкая контора, и я поставил бы свою ставку, там коэффициент был бы минимальный. То есть, вероятность события просто стопроцентная. Я уже вам говорил, что эта серия с гаражом растянется на несколько серий, будет трилогия. И я оказался прав. Собственно говоря, сегодня была вторая часть. Я думаю, что заключительная, по крайней мере, на неделю ближайшую. Значит, да, сегодня так у нас убиралось в голове, хотел сказать. Ну, да, в голове у меня точно. В гараже. Причем, знаете, ребята, вот у меня такая была первоначальная такая мысля. Я когда увидел гараж и увидел музыку, я, знаете, о чем подумал? Я подумал, блин, братва, у меня, кажется, и шизофрения. Ну, я просто где-то уже видел. Вроде бы сегодня у нас с вами уже поздний четверг, завтра пятница. Ну, казалось бы, не понедельник, как это бывает в фильме «День с рука», там, да, события повторяются. Ну, нет, ну, нет. События просто повторяются кардинально. Значит, Натаха, да, решила прибраться в гараже, как она сказала, сделать какой-то там идеальный порядок навести. Это записал даже ее фразочку. Да, идеальный порядок. Но все по полочкам, взрывать, переставить, там, пыль убрать, полки. Все как всегда, как мы все это любим. Значит, записал, думаю, про что надо там сказать. Про Натахину прическу, братва. Я думаю, что вы все увидели Натахину прическу. Не как всегда, вот это, знаете, шапка на голове, какая-то замыленность. А сегодня была просто великолепный начес. Такой, знаете, стиляха восьмидесятых. Такой хайф назад, лакомно набрызганный. Ну, там, может, не лаком, там, не знаю, конечно. Ну, хороший был причесок, прям, на голове. Потом, конечно, она еще была дальше в ролике в синей шапке. И синяя шапка Натах тоже тебе глаза. Прям великолепно смотрится. Оживляет всю картину. Репина, маслом это написанное. Дальше. Натах, конечно, убирает в своем хозяйстве. И что говорит? Ребятки, говорит, все в хозяйстве пригодится. Вот и болты, и вот эти вот гвозди. Ну, гвозди, там, куда-то на металл мы сдадим и все прочее. Вы понимаете, человек, вот знаете, казалось бы, дома, когда ты убираешься, и ты находишь какие-то такие вещи, какие тебе не пригождаются. Ты думаешь, блин, дома столько всего, столько всякого хлама. Ну, как хлама, знаете, как бы завуалировано, говорю. Вот так чуть-чуть. Имею в виду то, что, знаете, ребят, казалось, открываешь шкаф, тут до хрена всего, там, половника, всякой хрени. Думаешь, блин, что бы отсюда убрать, чтобы выкинуть, чтобы было посвободнее. Также касаемо всего. Чисто мое рассуждение. У вас, если не так, пишите в комментариях. И вот, знаете, ну, ты обычно думаешь, блин, лучше бы все это расхламить бы, чтобы никакого не было лишнего ни мусора, ничего, потому что, чтобы было пространство больше, вот эта легкость, ну, просто чистота, так скажем, да, тут же у человека нет. Знаете, какое-то, как называется, значение слова клипто... Я забыл какое-то название, вот это слово клиптонизм, нет. Напишите в комментариях, если вспомните. Что, знаете, клиптомания, вот точно, когда собирают предметы, и нужные, и ненужные. Знаете, такие бывают ролики показывают раньше по телевизору, когда бабуське на балкон заходишь или там в хату, а у нее она с мусорки тащит все подряд. Тут нет, нет, так как с мусорки не тащит, как бы я, понятное дело, ничего такого не говорю, но дело в том, что дома столько всякого барахла, и единственный выход из этого всего в огороде выкопать яму на так, и все это сжечь, сделать пионерский костер, и через него прыгать. Вот это вот будет контент, вот это вот будет топ. Значит, люди хорошие, ну, как хорошие, просто, на мой взгляд, опять же, написали комментарий, очень такой дельный, значит, это за скринил, сейчас скажу, кто написал, ну, блин, фамилию подубрал, ну, ладно, не помню, значит, пишут, Наташа, ты уже разбиралась в гараже, ты же одна живешь, где взяла, где взяла ту же, где взяла, ну, типа, тут ошибка, допустим, в общем, туда и положила. Не нужно раскидывать, один раз навела порядок, и надолго. На кухне то же самое, и в доме только пыль протирать, да пылесосить. Каждая вещь должна лежать на своем месте. Ну, кто-то, где пишет, а что подписчикам показывать? И на самом деле, тут, понимаете, делается контент, и этот контент, он требует вот этого вот, ну, того, что происходит у нас. Если не будет этой грязи, не будет, соответственно, всего этого хайпа, как я уже говорил. Но, ребятки, самое интересное, еще один коммент за скринил специально. Значит, женщина или мужчина, не знаю, жизнь называется, жизнь в деревне Светлана. Вот так вот это выглядит, там, нижний комментарий, что вы там можете, стоп нажимать. Пишет, смотрите, сколько ошибок. То есть, я вот просто поначалу думаю, кто ее хвалит. И тут прям такой комментарий, ну, как бы человека, да. Пишет, Наталья, ты не думаешь, на конце, без мягкого, себе, после С, И, машину Е, Ш, после Е, Ш, покупать. Как бы, я просто прочел комментарий, дальше ваши мысли и рассуждения по этому поводу. Вообще, тоже записал дальше, предлагаю, Наталья, иди, ребят. Сейчас, Наталья. Мне, значит, уже мои подписчики пишут, там, ну, типа, знаешь, как, ну, мои-твои, наверное, то пишут. Ах ты какой есть, на два лагеря, типа, и туда, и сюда, там, и деньги предлагаешь, и на чьей стороне, там. Значит, туда-сюда, я вообще не на чьей стороне. Вот я просто им отвечаю, значит, такой, мне пишут, ахинею. Я просто чуть-чуть поржать тут, чуть-чуть поугараем, чуть-чуть попересказать ролик, чуть-чуть своими словами, чуть-чуть с вами потрещать. Вот и все. Значит, и чуть-чуть поднять настроение всем себе, вам, бабосик какой-то минимальной шоколадки заработать. Вот чуть зачем я тут. Плюс серебряная кнопка, Ютуб это самое главное, ладно? Это я отошел к сторону. Значит, идеи предлагаю. Ты просто опять мне скажешь, ты идеи предлагаешь, идеи. Наташ, тебе идея. Значит, во-первых, записал первая тема, устроя видос с тем, как ты моешь бошку. Ну, голову, извиняюсь, голову, да. Значит, можешь взять там таз какой-нибудь, вот это, помнишь, там, где под уток, там, под курей такой металлический, вот там еще можно кормить. Ну, это будет контент, контент. Вторая идея, Наташ. Переезд Даньки в кухню. Да, Данька раньше был в кухне, и там люди больше писали, больше хейта, хайпа и прочего. Поэтому давай этого Даньку за шкермон и в кухню туда. И пускай он там и спит на диване, и чешется, и гадит. Ой, чертовщина. Что я, чертовщина. Вторая идея, короче, на любителя. Она так, можешь не применять в действии. Третья идея, это он тоже как бы на любителя. Ну, как на любителя? Ну, на любителя, в принципе, да. Значит, тема с тонюхой. Да, ну, как бы, тут дальше надо мысли немножко пораскинуть. У кого какие мысли бурные, там тоже может пораскинуть. Просто тема с тонюхой, как бы, раскручиваем. Ну, как бы, не знаете, знаешь, вот как я, например, что мог бы выразиться, скажем, ну, так вот, издалека, как бы, не, не, если взять, типа, знаешь, как, ну, Танюха остается, как бы, подвипели винишко, вот, например, Танюха остается с ночевкой, там, дальше начинают, там, что-нибудь писать, додумывать. Ну, с тобой понимаешь, хейт, хайп, подписчики и все прочее. Вот такие тебе три, короче, идеи. Пользуйся, не благодари. Ну, а в целом, ребята, сейчас, в целом, уже вторую тему начинать, наверное, не надо. Восемь минут, сейчас будет заканчиваться, но еще время кончится. Сейчас прям сразу, через два часа выходит второй ролик, поэтому подписываемся, кто не подписан, и лайкосики, там, обсуждение и прочее. Значит, в целом, братва, короче, порядок наведен, порядок наведен, идеальный порядок, Наташка сказала, идеальная чистота. Как там раньше она говорила, еще будучи, опять же, повторюсь, с отцом, когда у нее был в гостях, что, смотря на программу «Ревизор», значит, у нее не такой уже беспорядок, чуть шапка не слетела. Вот, поэтому, поэтому, братва, выпьем за порядок Наташи, и пусть он будет очень чистый и великолепный. Так что, все, давайте, княженцы, с вами Егор Палыч, я вас жду на втором ролике, жду вас в комментариях, жду вас в подписочке, жду вас в лайкосиках. Егор Палыч любит лайкосики, очень сильно еще Егор Палыч любит, если вы подпишетесь на него на Бусти. Я вот так этот взгляд перекидываю, я смотрю просто на себя, как я смотрюсь в камере, поэтому, а, наоборот, еще можно притереть напоследок. Ну, типа, да, вот так вот. И все, и, конечно, кто-нибудь, что напишет, что тут бухло, а может, правда, бухло, кто его знает, поэтому комментарии, они лишь не будут нужны, точнее, нужны. Пока, чтоб летух.